Прежде чем приступить к делу, участники 48-го заседания Совета депутатов городского округа Матища поздравили своих коллег, справлявших день рождения в преддверии встречи. Аплодисменты и цветы достались не только именинникам. Председатель Андрей Гореликов передал Михаилу Мурзакову награду, который тот был отмечен в рамках празднования столетия уголовного розыска. Михаил Николаевич начинал службу в самом начале молодых лет в нашем медицинском ОВД, оперуполномоченном. Поэтому я на самом деле очень прекрасно Геннадий Васильевич Халилов подписал. Поэтому вручаем вот такой знак, знак благодарности. Спасибо большое. Спасибо большое. Приятно, что вы хотите помнить. Спасибо. Затем, приняв повестку дня, в ней значились порядка 20 пунктов, депутаты окунулись в работу. Голосованием определили, какие общественные и социальные организации получат денежную помощь из депутатского фонда. Рассмотрели ряд вопросов, касающихся хозяйственной деятельности муниципалитета и требующих их вмешательства. Познакомились с отчетами коллег-председателей депутатских комиссий. Итак, вопросы, вынесенные на обсуждение участников 48-го заседания САВД по гору Кургоматища. В числе первых об уточнении муниципального бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Доходы уточненного бюджета городского округа Матища на 2018 год планируются в сумме 11,772,763,9 тысяч рублей. Изменение утвержденного плана составляет 212,020,7 тысяч рублей. Расходы бюджета городского округа Матища увеличены на 130,359,7 тысяч рублей и составляют 12,531,404,000 рублей. Ранее на заседаниях комиссии по бюджету экономики промышленности и финансово-хозяйственному контролю САВД по гору Кургоматища документ, предложенный финансистами муниципалитета, был детально проанализирован. Виктор Сошин, возглавлявший анализ, назвал корректировку бюджета положительной. Коллеги с ним согласились и проголосовали за. Еще один документ, интересный большинству из нас, был принят на этом заседании САВД по гору Кургоматища об установлении земельного налога на территории муниципалитета. С 1 января 2019 года определяет порядок и сроки уплаты налогов, определяет налогов, кто является налогоплательщиком, что является объектом налогообложения. Как рассчитывается налоговая база, установлены налоговые ставки, также категорию налогоплательщиков физических лиц, освобожденных от уплаты земельного налога в размере 100%, в размере 50% и имеющих также право на уменьшение налоговой базы. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте муниципалитета. В завершении встречи депутаты заслушали отчеты о работе трех депутатских комиссий. Комиссии по муниципальной собственности, предпринимательству и экологии, комиссии по образованию и комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политике. Каждый докладчик отметил, что в 2018 году задач много, но все они успешно реализуются, в том числе благодаря депутатскому надзору. Например, на территории муниципалитета были построены и строятся десяток социально значимых объектов, в том числе актуальные, как никогда, детские сады и школы. Так, комиссия по образованию провела не одно выездное заседание, справляясь, как работают строители и должностные лица. Это встреча с представителями администрации, курирующей стройку, с застройщиками самими, с представителями управления образованием, какие нюансы возникают в процессе строительства, как-то совместными путями пытаемся решить эти вопросы. Очередное 49-е заседание Совета депутатов городского округа Матища состоится спустя месяц. Надежда Трифонова, Константин Бондаренко, информационная программа День.